Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Татьяна Брехова, портал Мигрант Медиа. Сегодня я вам рада представить нашего коллегу, члена Международной ассоциации журналистов, заместителя главного редактора портала Мигрант Медиа, Игоря Вячеслава Чананакина. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Татьяна. Мы бы хотели пообщаться в неформальной обстановке сегодня. И мой первый вопрос. Почему вы выбрали именно это направление в журналистике? Почему миграция? Ежегодно во всем мире очень большое количество людей меняет место своего жительства. И многих этих людей гонят нарушение их прав, опасности, грозящие им на родине. И я считаю своим долгом, своим, наверное, гуманитарным долгом писать об этом, об этих людях, описывать их истории и помогать им совершить эту миграцию, которая зачастую спасает их жизнь. Игорь, расскажи, с какими проблемами и задачами сталкиваются люди, которые приходят к нам за помощью? Основная проблема людей, которые обращаются за помощью к нам, которые пишут на наш портал, это нарушение их прав. Нарушение их прав со стороны, чаще всего, государства, а может быть, большинства населения этих стран. Потому что зачастую национальные меньшинства ущемляются и не могут найти у государства защиты, помощи. При этом нарушается всеобщая декларация прав человека, где эти права закреплены. Нарушается декларация о национальных меньшинствах, ну и так далее. Такие вот приняты цивилизованным сообществом документы. Зачастую в тех странах, с которыми мы работаем, практикуются пытки, избиения, отказы, удовлетворения законных требований, законных прав. Со стороны государственных органов все это происходит. То есть, людей избивают в милиции, людей избивают в спецслужбы, пытают. Государственные органы, исполнительные власти отказываются делать то, что они должны делать. Вот это главное, от чего бегут люди и в чем мы стараемся им помочь. Игорь, часто читаю в интернете истории, где люди получили отказ в убежище с формулировкой, что это их личная проблема, а не международная. Как вы можете прокомментировать? Ну, недобросовестные чиновники, недобросовестные сотрудники спецслужб или полиция есть в каждой стране. Бывают случаи, когда люди сталкиваются вот с каким-то таким вот одним недобросовестным сотрудником, служащим государства, и после этого обращаются за помощью, за представлением убежища. В некоторых случаях, во многих случаях, проблемой людей можно решить обращением в вышестоящие органы. Написать жалобу, допустим, в вышестоящий орган милиции, написать жалобу в прокуратуру на действия на превышение власти сотрудниками спецслужб. Или обратиться по подчиненности в государственных органах исполнительной власти. Во многих случаях люди этого не делают. Сразу просят убежища. Естественно, они получают отказ вот с такой формулировкой, какой вы сказали. Но бывают другие случаи. Тогда бывает такое, что в странах нарушение прав негласно или гласно поддерживается и одобряется всем государством. Такое особенно часто бывает на территории постсоветских стран. Россия, Средняя Азия особенно, Украина, Армения. В этих странах права людей попираются. Попираются полицией, попираются спецслужбами и госорганами. И государство при этом не борется с нарушением прав, а напротив использует нарушение прав в своих целях. Для того, чтобы добиться каких-то своих политических, может быть, целей. В этих случаях требуется вмешательство цивилизованного сообщества. И эти люди как раз и могут претендовать на получение убежища. Игорь, расскажи поподробнее, в чем именно наша помощь заключается мигрантам? Основное, чем мы можем помочь, это, наверное, подготовка людей к запросу убежища, подготовка их к интервью и грамотное изложение того, что с ними происходит. То бишь, их истории. Зачастую, то, что они рассказывают, трудно для восприятия даже нас, их бывших соотечественников. Ну, я говорю сейчас больше о мигрантах из Средней Азии. Мы жили в одной стране, в Советском Союзе. Многие реалии у нас были и тогда одинаковые, и сейчас изменились мало. Но даже для нас это иногда трудно для восприятия. Мы можем адаптировать. И мы не просто можем, мы это делаем. Мы адаптируем их истории к восприятию носителями чужого языка, чужого менталитета, выросших в чужой культурной среде. То бишь, американцы с трудом понимают жителей СНГ. Это иллюстрируется простым примером. Предположим, система времени. У нас принят 24-часовой формат, и мы говорим там 14 часов, 16 часов. В Америке скажут 2 часа по полудню, 4 часа по полудню, ну или по полуночью. Система мер и весов. Мы измеряем расстояние в метрах, километрах и так далее. В англоязычных странах, в том числе в Соединенных Штатах, измеряют в футах, дюймах, милях. По большому счету, люди, которые обращаются за помощью, они используют привычные речевые штампы, они используют привычные речевые какие-то культурологические моменты. Зачастую они используют слова, жорганизмы, которые нам чаще всего понятны, но совершенно не воспринимаются носителями английского языка. Мы можем помочь составить историю таким образом, чтобы ее легко воспринимали носители английского. Куда чаще всего обращаются за помощью, за убежищем. За время работы в этом направлении у нас сложились хорошие контакты с переводчиками, носителями английского. Ну, американского варианта английского. Мы представляем, как они воспринимают наши слова. Мы представляем, что нужно написать, чтобы они это легко поняли. Поэтому документы, подготовленные с нашей помощью, они воспринимаются носителями, ну, иммиграционными офицерами, ну, я бы сказал, как родные. То есть там для них понятно все. В подготовке документов есть несколько моментов, которые определяют успех. Ну, первый, естественно, значит, это сама история, то есть история жизни человека. Человек, каждый человек, он имеет индивидуальную историю, вот, естественно, значит, нужно ее связанно и стройно рассказать. Второй момент, это именно хорошая адаптация. История, которая рассказана, тем более написана, должна быть понятна тому, кто ее читает. Вот, собственно, в этом мы людям и помогаем. Вот, ну, и еще один момент, не менее важный, чем первые два, это хороший адекватный перевод. Вот, в этом мы тоже можем помочь людям, потому что отношения с носителями языка, с переводчиками, носителями языка у нас давно выстроены. Спасибо за ответ. Игорь, а такой еще вопрос. Меня часто спрашивают, используем ли мы в нашей подготовке истории людей, которые уже получили убежище? Ну, вы сами понимаете, Татьяна, что у каждого человека своя история. У каждого человека несчастен по-своему. Говорят, что счастливые все одинаковые, но счастливые, как правило, не ищут убежище. А здесь у каждого свое горе, своя беда. И человек, который даже, будь он земляк, следующего обратившегося, у него все свое. Поэтому мы не используем чужие истории. Зато мы опираемся, мы внимательно изучаем и в своей работе руководствуемся и опираемся на судебные прецеденты, которые выносят американские суды по иммиграционным делам. Вот это мы используем очень широко и отслеживаем постоянно в режиме реального времени. То есть выходит новый прецедент, мы его внимательно изучаем и мы используем при подготовке документов. А чужие истории, чужие судьбы мы никому не приписываем. У каждого своя судьба и у каждого свой путь. Спасибо большое, Игорь. На этом мы и завершаем наш разговор. Спасибо вам, Татьяна. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Ставьте лайки и пишите комментарии. Нам очень важно знать, что вы думаете о новом формате, который мы вам предложили. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok